Добрый день, уважаемые телезрители! Телеканал «Евроспорт» продолжает свои прямые трансляции из Кубка мира по агронолыжному спорту. И сегодня, извините, пожалуйста, без каких-либо вступлений, очень плотный график у нас трансляции. Вы видите, мы входим прямо в самый последний момент, потому что первая участница стартовала Петра Вылхова. Я напомню только, друзья, что у нас очередной женский слалом, естественно, в зачет Кубка мира. И соревнования проходят в Загребе. Трасса «Червеный спуст» и давайте уже внимательно наблюдать. Потом уже попозже у нас будет время немножко отвлечься, а сейчас, в общем-то, все достаточно быстро, согласитесь? Здесь, ну, первые же кадры, и мы видим с вами, что солнечная погода, слишком тепло, правда. Ну, друзья, это проблема вообще европейская, серьезная, и не только в Хорватии. Но, тем не менее, мы видим, что трасса в хорошем состоянии. И по той информации, которую мы получаем непосредственно из Загреба, там наш корреспондент, конечно, специально тоже работает. И мы видим, что Петра Вылхова удачно, да, вроде бы без каких-либо серьезных проблем проходит под первым же номером. И вторая участница, вот видите, как мы вынуждены буквально очень серьезно торопиться. Дело в том, что, видите, время начала достаточно такое необычное. Организаторы решили проводить первую попытку в 13 часов, согласись, по местному времени очень непривычно, да. Обычно горнолыжники с утра стартуют, бывает вечерний старт, это 17-18, но вот Загреб в этом плане тоже отличается. Да тут очень много отличий, просто, еще раз повторюсь, у нас нет времени с вами пока, пока нет времени о чем-то. Отвлекаться на что-то, давайте смотреть, все-таки это сильнейшая группа, как всегда это, слава, мне положено. Самые лучшие стартуют с первого по седьмой номер. И мы видим, что Мишель Гизин проигрывает, посмотрите, уже полторы секунды. А это еще лишь третий отрезок, это еще не финиш. Ну, трасса в Загребе нам прекрасно в этом плане знакома. Именно о женщинах, друзья, я говорю, потому что трасса супердлинная. Это самый длинный слава в программе Кубка Мира. Поэтому, в общем-то, нас с вами это не должно особо удивлять. 70 ворот, а в прошлом году аж 74 контрольных створа было на этой трассе. Это, конечно, такой, ну, извините за твотологию, может, марафон с кислалом. Да, самая трудная трасса в этом плане, как говорят, между прочим, сами участницы. И мы знаем же и по прошлому году, что очень серьезные отрывы из-за этого бывают, а не плотность результатов. Ну, давайте смотреть, опять же, что будет в сезоне новом. Напоминаю, что у нас, естественно, прямой эфир. Ну, и лучшая из Австрии на данный момент, конечно же, Катарина Линдсбергер пытается, ну, только лишь пытается, как вы видите, приблизиться к лидеру. Главное, сразу же скажу, главная фаворитка у нас. Воля и жеребия сегодня стартует под седьмым номером. Сами понимаете, речь идет о Микаэле Шифрин. Ну, и вот тоже две секунды, друзья, две секунды. Это, конечно, очень серьезная разница, учитывая, что спортсмены все вот тут. Ну, уж не будем в этом сомневаться, да, в первой семерке, по крайней мере, все прекрасного уровня. Но в Загребе, как правило, и Вылхова, и Ной Шифрин, конечно, который имеет аж четыре победы на этой трассе. Микэл и Шифрин, они, конечно, главные фавориты. Тут в этом мы и, в общем, даже не сомневаемся. Скорее всего, речь идет о том, а кто же сможет навязать им борьбу. Ну, может быть, в который раз Венди Холденер, да. Вы видите ее на экранах сейчас. Венди Холденер, швейцарская спортсменка, которая умудрилась уже 23 раза подняться на пьедестал почета, но ни разу не выиграть, друзья. Тоже своеобразный такой. Ну, может быть, антирекорд, конечно. С одной стороны, пьедесталы – это здорово, но отсутствие побед – это, конечно, совсем неприятный фактор. Для Венди Холденер, у нее тоже отставание очень серьезное. Так, следующая участница. Все происходит очень быстро, как вы видите. Анна Свен-Ларсон, которая была на подиуме уже в этом сезоне. Третье место на этапе в Киллингтоне. Ну, если говорить прямо, Свен-Ларсон, конечно, вы видите, входит в сильнейшую группу, но вот полноценные замены, как говорят сами шведские комментаторы, в том числе, полноценные замены Фриды Хансдоттер, наверное, еще не получилось. То есть, да, она где-то близко все время от Свен-Ларса, но тоже соревноваться на уровне Вылховой, я даже не говорю о Шифрин, у нее пока не получается. Заколдованные две секунды мы видим Катарина Труппе. Ну, вот что касается Австрики, друзья. Казалось бы, начало сезона просто триумфальное. После многих неудач Катарина на пьедестале почета в Леве. Помните, друзья, еще ноябрь месяц у нас стоял на дворе, и казалось, все пойдет. Нет, друзья, нет. И Вылхова тогда сошла, и подиум, но уже буквально на втором этапе, мы помним, все встало на свои места. Вылхова была опять на подиуме дважды после Шифрина, а Труппы так больше и результата пока не показало. Ну, хотя, опять же, у нас все-таки четвертый с Лалом в данный момент проходит. Четвертый старт в этой дисциплине. И таких полноценных, конечно, и ситуация нам практически понятна, но уж таких полноценных выводов, наверное, делать не будем. Ох, как рискует. Ну, это типично в стиле Австрики. Очень прилично рисковала, но абсолютно это не помогает ей. Друзья, ну что, ну вот видите, Микайла Шифрина. И тут, я думаю, из лишних комментариев делать не нужно. Три старта в этом сезоне, три победы. А вообще, друзья, за последние 14 стартов в этой дисциплине, учитывая, конечно, прошлый сезон она выиграла 13. Ну, что здесь можно говорить? Опа! Друзья, вот это была заминка, причем очень приличная. Это не в стиле, конечно, Микаэлы. И вот, да, секундомер-то не обманешь. В данном случае мы прекрасно видим. Вылхова просто пролетела по трассе. Шифрин сейчас, конечно, понимает. Понимает свою ошибку и пытается отыгрываться на финишном участке. Мы знаем, как это она умеет. Но уже было достаточно много проиграно, согласитесь. Восемьдесят сотых. Да, друзья, ну вот, вы сами видите результат на экранах. Была ошибка приличная. Давайте прямо говорить. Ну, посмотрите, какая разница, да? Шифрин даже с приличной ошибкой все равно на секунду быстрее остальных конкурентов. А Вылхова на секунду быстрее Шифрин. Ну, мы, многие этого ждали. Но, в первую очередь, конечно, поклонники Вылховой, которые, надо отдать должное, борются уже третий сезон подряд на равных почти. Шифрин пытается, ну, может быть, сегодня получится. Ну, по крайней мере, пока заявка есть. Катарина Гальхубер. Призер последних Олимпийских игр у нас. Бронзовый призер Олимпиады Пхенчане. Но, знаете, еще интересный факт, друзья. Вот по поводу вот этих разрывов, которые мы сразу же, вот сильнейшая группа только что прошла, и мы сразу видим такую же картину, как и в прошлом, позапрошлом сезоне, именно на этой трассе. А вы знаете, статистика ведь это подтверждает. У нас из действующих спортсменок 43 победы у Шифрин, 4 победы у Вылховой. И всего лишь две спортсменки в протоколе, которые есть только по одной победе. Представляете? У остальных даже и побед-то нет. Ну, вот что значит эра Шифрин. Да, уже много лет длится. Ну что, Гальхубер. Ой-ой-ой, 4 секунды, друзья. Это в первой группе. Это в первой группе уже мы это видим. Хотя давайте взглянем просто мельком на результаты годичной давности на этой трассе. И что мы видим? Немка Кристина Гайгер, которая заняла пятое место ровно год назад. Та самая Кристина Гайгер, кстати, которую мы теперь знаем под фамилией Аккерман. Так вот, Кристина Гайгер в прошлом году в итоговом протоколе, я не беру первую попытку, в итоговом протоколе была пятой. И она проиграла 3,5 секунды. То есть, видите, просто очередное подтверждение того, что часто мы обращаем внимание на плотность результатов. Но это, конечно, в первую очередь касается мужских соревнований. Давайте прямо говорить. У женщин тоже бывает плотненько. Все это реже. Но уж Загреб и вот этот раз от червеных спуст, это, конечно, рекордсмен. Я уже говорил, трасса трудная, трасса очень длинная. И тут в полной мере вот это преимущество Шифрины Вылховой, оно проявляется. Проявляется четко. Так, следующая спортсменка Нина Хавер-Лосетт, которая ощутила радость от выступления. И здесь она на пьедестале была. На пьедестале была. Третье место, по-моему, четыре года назад как раз у норвежки. Ну и что сегодня по первой попытке? 2.14. Ну, в принципе, тот же уровень, что Труппе, Свен Ларсон, да, мы видим. В этой же где-то группе она и устраивается. Ну, вот здесь мы видели на кадрах замедленного повтора, особенно, согласитесь, вот такой шлейф небольшого мокрого снега вырывается. Напомню, друзья, очень тепло, настолько тепло, что, вот, вы знаете, даже соревнования были под угрозой. Вот первая комиссия Международной Федерации, когда, как и положено, за 10 дней до старта сюда приехали, снега не было почти совсем, представляете? И там были большие сомнения, что делать. Но единственное, выручил там прогноз, заморозки ночные, только ночные появились, смогли набросать достаточно искусственного снега. И, вот видите, все выглядит нормально. Но все равно днем тепло, так, как и сегодня. Вот 5 градусов тепла сейчас. Ну, тут у нас как-то маленькие расхождения. Было сначала цифра 6, но, думаю, не принципиально. На данный момент нам показывают, что 4 градуса тепла на финише, по крайней мере. Но трасса хорошая, трасса хорошая. Трасса не скажет, что какая-то там она пробивается или уж совсем мокрый снег. Да, влажный, но это все терпимо. Ирена Куртония. Да. Ну, неужели никто не навяжет борьбу, а? Ну, хотя бы за вторую, третью позицию. А выхываем об этом сумасшедшем результате. Мы уже даже не говорим с вами, да? Да. 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 Кристина Ли сдал, бросилась, можно сказать. Ну, посмотрите, хотя бы на первом, на коротеньком отрезке. Такое же время, как у лидера, это уже, можно сказать, какой-то успех. Напомню, что первый отрезочек, который вы видите на экране, это... Он на 10 секунд, ну, чуть-чуть меньше. Хороший старт, из калитки ушла, а потом, вот видите, начинается, начинается такая достаточно вязкая работа. И вот, что касается рельефа трассы, мы уже говорим о том, что самая длинная трасса женская, слава вам, но еще и рельеф такой, как говорят сами спортсмены, вязкий. Мы видим, что здесь нет суперкрутых мест, как на других трассах. Нет совсем пологова, тоже нет. Средний, постоянно средний уклон, такая вязкая работа сверху донизу. Хотя, казалось бы, слово вязкая не подходит, да, к слалому. Тут все-таки такой быстрый темп, все-таки ворота-то быстрее, чем за секунду одни проходятся, но тем не менее. Ну, еще надо отметить, что постановка. У нас, кстати, есть вот небольшие там данные и мнения даже спортсменок. Так вот, сегодня после просмотра трассы, первой попытки Гизин, швейцарка, сказала, говорит, мне нравится постановка, посвободнее. Вот, понимает тренер. Напомню, что у нас первую трассу... Первую трассу у нас поставил. Давайте посмотрим конкретно, кто. Постановка очень свободная. Я просто сразу, даже визуально сравнивая с прошлым годом, с картинкой чувствуется, что... Да я же сказал, что и ворот чуть-чуть поменьше. Ну, это грамотный подход, в принципе, постановщика, который знает, что и так здесь непросто приходится. Если еще поставить побольше ворот, да очень плотно, ну, будет тогда совсем уж трудно. И время прохождения больше минуты для женского слалома, это, конечно, не характерно, но, по крайней мере, то, что есть, то есть. Алин Даньо, представитель швейцарской команды. Именно ее мы сейчас видим на трассе. 2.59. 2.59 отставания для Алины Даньо. Петер Волхова, ну, посмотрите, интересно. Улыбочка есть, но она старается, старается себя сдерживать. Ну, знаете, можно понять Петру, прекрасно мы ее понимаем, она, конечно, в душе-то очень рада, то, что выиграла у Шифрин больше секунды, когда такое бывало, да? Ну, старается, молодец, старается эмоции пока приберечь, не тратить эмоции, но в душе, конечно, думает, да, первая попыточка получилась, что там говорить, на славу. Лена Дюрер. Опытные немки, ну, я в первую очередь, конечно, имею в виду Дюр и Аккерман, они, наконец-то, к радости немецких болельщиков, все-таки посильнее в этом сезоне выглядят, по крайней мере, на тех стартах, которые уже прошли. Поддерживают болельщики, правда, нам, опять же, не показывал пока еще оператор, что там на трибунах, какая ситуация. Ну, хорваты, понятно, они там в большинстве своем, все-таки, Загреб, хотя и Хорватия, вы понимаете, страна европейская, но так добираться-то не очень просто сюда, все-таки расстояние чувствуется. Вот, кстати, они подряд. Сегодня две немки, Лена Дюра и Крисина, Аккерман. Аккерман даже и посильнее, конечно, выглядит. Посмотрим на последнем этапе. Пятое место у Аккерман. Аккерман. И чувствуется, вот мне кажется, чувствуется даже, да, вот когда спортсменка половину уже трассы проходит, ну, по крайней мере, вот этот отрезок третий, да, мы видим, уже начинается так, зависание такое, потеря темпа, быстрота пропадает из-за усталости в ногах. И сначала мы увидели первую половину трассы, неплохо, это еще более-менее отработало, а потом резко темп пропал. У немки в том числе. Ну что, следующая у нас канадка Лоран Сан-Жерман. Она представительница, кстати, не просто Канады, а Квебека, ну, как вы знаете, франкоязычной части страны, и там она, кстати, и проживает. Родилась недалеко, Маунт Сен-Ан называется, горнолыжный центр, неподалеку от Квебека, конечно, очень-очень красивое место с прекрасными трассами. В Канаде в этом плане проблем нет, в том числе и в Квебеке. Ну и понятно, что это франкоязычная, она на французском, как правило, говорит. Хотя канадцы, они, конечно, и английский язык тоже все прекрасно знают. Ориентируемся на результат пока Петра Вылхова. Нет, канадка просто, и не скажешь ли, да, вот, что не старалась или что-то, или рвения не было, мотивации. А вот посмотрите, спортсмен, который, в общем-то, мы привыкли, ну, две секунды, если она проигрывает лидером, это уже так многовато. Мы считаем, а тут три с половиной проиграла Лоран Сан-Жерман. Ну что, первая у нас пауза сейчас будет, но совсем небольшая. Продолжаем нашу прямую трансляцию, напоминаем, уважаемые друзья, И, а сегодня розыгрыш такого, ну, даже вынужден прерваться, друзья. Ивица Костелич, ну, как вот не показать такую легендарную личность, благодаря которому, ну, давайте прямо говорить ему, сестре, горные лыжи стали так популярны в Хорватии, обладатель Кубка мира, олимпийские чемпионы, он и сестра. И о них, конечно, можно много говорить, но вот этот сам факт, конечно, правильно, что режиссеры показывают. Именно благодаря успехам семьи Костелич и пришел этап сюда, горнолыжный Загреб. Ну, и, в общем-то, все в этом плане довольны, потому что этап проводится на самом высоком уровне. Ну, и, как мы видим, трасса очень сложная, интересная, но очень сложная. Некоторые говорят, даже слишком сложная для женщин. Я напомню, что у нас на первой трассе аж 70 ворот. Поставил первую трассу Герхард Хюттегер, тренер, кстати, австрийской команды. Но, еще раз повторюсь, это число, в общем-то, не рекордное. Мы видели и по 75, и 74 контрольных створа. Ну, серьезное, конечно, испытание для всех. И мы видим, что картина очень похожа на прошлый год. Вот, отрывы пока очень серьезные у нас. Ну, может быть, конечно, это как раз шанс для тех, кто стартует после сильнейшей группы. А там есть быстрые спортсменки. Кстати, всего у нас 74 спортсменки в стартовом протоколе. Тоже такое большое число для женского Кубка мира. И 74, да, все верно. Хольтман, еще одна норвежка. Тоже слабоватый результат. Давайте, учитывая даже вот отрывы, будем с вами считать, что до трех секунд как бы еще приемлемо, да, сегодня в борьбе-то за хорошие очки. Вот больше трех секунд это уже, конечно, совсем много. Катарина Хубер. Еще одна австрийская спортсменка. Ну, австрийик пока Линдсбергер. Демонстрирует стабильность, как и на прошлом этапе. Рядышком она в четвертая идет. А вот, ух ты, как все быстро происходит с лалами, согласитесь, да? Сошла с трассы Хубер. Давайте посмотрим, а что с ней случилось-то. А, это верхняя такая волна. Даже волной-то не назовешь. Маленький перепадик там рельефа. И вот умудрилась не вписаться даже в ворота. Вот, кстати, друзья, одна из очень немногих спортсменок. Вот так вот интересна у нас ситуация в Кубке мира, да? После того, как сильные люди завершили свою карьеру. Сначала, вы помните, Хофлери, да? Вот в прошлом сезоне Ханс Доттер. И вот из тех, кроме Вылхова и Шефрин, всего две спортсменки имеют такую вот красивую цифру, как победа на этапе Кубка мира. Это Ариан Мельцинский. Вот она на трассе. И Нина Хаверлоза, по разику они выиграли. Вот и все. Так что здесь в плане регалий, конечно, тоже абсолютное неравенство, что там говорить. Так, друзья, ведь мы знаем, что Шефрин, она не просто побеждает почти подряд-то на всех этапах с Лаломой, в том числе. Она еще и рекорды ставит, да? Вот последняя победа у нас в прошлом с Лалом-то был менее недели назад. Помните, друзья, 29-го всего лишь перед самым Новым годом в Линдсе, где Шефрин опять выиграла в очередной раз. И это стало 43-й победой. Представляете, именно по Слалому она повторила рекорд. Кстати, Линдси Вон, Линдси Вон выиграла 43 раза скоростной спуск. И вот теперь ответила Шефрин тем, что у нее рекорд с Лаломой, 43 победы. И до абсолютного рекорда всех временных народов осталось всего три победы. До Ингемара Стенмарка у него 46 побед, правда, тоже в другой дисциплине, в гиганте, но тем не менее. И вы знаете, ну, в принципе, Шефрин может и этот рекорд побить, потому что у нас еще и половина. Да какой половина? У нас четверть сезона только. Казалось бы, да, уже Новый год на дворе, друзья. А всего лишь 13-й старт у Горнолыжницы, а всего-то в календаре, я напомню, 42. Ну, календарь в этом году, он хоть трудный, тяжелый, но он как-то вот спланирован с большей нагрузкой на февраль и март. Там вообще плотность сумасшедшая, большее даже количество стартов. Сейчас все-таки маленькие перерывы, хоть и маленькие, но были, да. Да, мы знаем, девушки немножко на Рождество там отдохнули, чуть-чуть вот сейчас на Новый год. А дальше будет даже еще плотнее. Ронни Рэма, еще одна канатка. Интересно, почти под теми же номерами, да, у нас мало, что и в рейтинге поменялось. Я напомню, что рейтинг пересчитывается в каждой дисциплине, естественно, с лалами после каждого старта. Но так как одни и те же люди, ну, с небольшими изменениями там выстраиваются друг за другом, то и даже и в стартовых-то номерах у нас изменений почти нет. Эмили Викстрюм. Это уже 20-й номер у нас, 20-я спортсменка. Сегодня на первой попытке. Не знаю, что Шветка сможет сегодня показать. По крайней мере, вот на последнем старте в Лиенце мы ее достаточно серьезно критиковали. Ну, и за дело, в общем-то, потому что какие-то невразительные, в основном, выступления. Уже даже не первый сезон у Викстрюма. Опять же, это одна из тех спортсменок, наряду со Свен Ларсен. Вот их, как раз, двоих этих девушек и считали наследницами Фриды Хансдоттер, то есть теми, кто за троечку будет бороться. Но вот, если у Свен Ларсен уже что-то получилось, то Викстрюм пока в отстающих. Ну, 2.36. По сегодняшнему дню не худший вариант, скажем так, потому что это, как вы видите, девятое место для Шветки. Ну, наверное, вы знаете, вот нам и сегодня стоит наблюдать за соревнованиями в таком же плане. Наверное, даже, может быть, и не подчеркивая особо секундные отставания, а так, наверное, концентрироваться больше на занятых местах. Метах Роват. Первая Словенок. Анна Бютчик еще есть в протоколе. Есть еще Нея Дворник. Это я, что касается команды Словении. Есть Клара Ливк. Ну, это уже в последних номерах. И так-то, в общем-то, уже было тяжеловато для молодой спортсменки. Да, а тут еще и такой сбой она допустила, очень серьезный. 3.34. Да, на другом этапе мы бы сказали, ну, вы знаете, 3.34, это, наверное, не попадание даже в тридцатку, на вторую попытку. Ну, вы знаете, я по Загребу здесь, я уже рассказывал вам, здесь, как правило, все по-другому происходит. И 3.34, это, может быть, и так, условно, вместо 20-е, даже не дальше. Мелани Меяр. Второй старт. Мы достаточно много и по праву, я считаю, уделили время во время предыдущих соревнований. Мелани Меяр, я напомню, друзья, что спортсменка возвращается после двухлетнего отсутствия, при том, что ей 21 год всего лишь. Вот такая была неудачная травма. И не скажешь, что уж там самая серьезная травма. Ну, да, связки были повреждены, но неудачная операция, потом пришлось повторные операции делать, и вот так вот все сложилось плохо. Ну, и, в общем-то, мы видели, что, ну, понятно, что после такого перерыва и всем бы трудно было, да. Да, ну, вот Мелани, она, конечно, выглядела тяжеловато. Да и сейчас, видите, вот еще ко всему не удалось немножко и вес оптимальный скинуть бы, да. Даже видно, что... Я думаю, вы согласитесь, что так выглядит полноватой, честно говоря, Мелани. Ну, опять же, пять секунд давайте не будем. Еще подождем немножко. Пожелаем это все-таки талантливой девушке с такой уже трудной, да, казалось бы, совсем молодая, уже такая трудная спортивная судьба. Да, воздержимся от какой-либо критики, еще, может быть, она наберет в течение сезона более лучшую спортивную форму. Ну, вот такая панорама летняя, да, с вершины этой горы, вы видите, а у нас небольшая пауза. Возвращаемся в Загреб на слаломную трассу. У нас продолжается первая попытка женский слалом. По традиции, и по традиции, опять же, заполненные трибуны. Любят хорваты, конечно, вот этот этап, который уже давно проводится. И со зрителями здесь вообще никогда проблем не бывает. Единственное, что раньше, еще раз повторюсь, у хорватской команды были сногсшибательные результаты, еще во времена Косты Личи. Ну, вот сейчас публике не за кого особо поболеть. Ну, я имею в виду, конечно же, это не значит, что в той же Хорватии кто-то не болеет за Шифрин там или Вилхову, или Холден. Такие тоже есть. Но вот в женской команде, в отличие от мужской, ситуация в Хорватии, конечно, тяжелая. В конце протокола, в самой концовке протокола, есть две девочки хорватских, которые попытаются что-нибудь сделать. Ну, а что касается вот текущих результатов, ну, здесь, друзья, все абсолютно стабильно. Если даже мы заглянем два прошедших сезона, очень знакомая тройка Петра Вилхова, Микаэла Шифрин и Венди Холденер. Вот единственное, что выигрыш Петры от Шифрин более секунды, это, конечно, вот, наверное, пока это единственное то, что необычно в женских соревнованиях, согласитесь. В остальном, ну, просто как по накатанному все идет. И вот спортсменки проигрывают. Сейчас мы видим, вот, в третий уже, у нас третий десяток, да, пошел. И здесь проигрыш от двух с половиной до трех с половиной, да, мы видим вот на таком уровне. Марлен Шмоттс. Ну, может быть, еще одна немецкая спортсменка что-нибудь покажет. Пока лидеры немецкой команды совсем слабо. Даже неожиданно слабо. Дюр 14-я, Эккерман 15-я. Так, маленькие ступенечки. Ну, вы знаете, этот, опа, ух, какое падение, а. Какое неожиданное падение немецкая спортсменка. Вот, посмотрите, еще как-то повезло. Тут она могла и в тренеров, тут и спасатели рядом, и тренеры стоят. Чуть не врезалась в них. И как-то между сетки вот пролетело. Вот, посмотрите, как все получилось. Ну, касание, вы знаете, вот дальше-то падение вроде безобидное. Вот сам момент удара, а снег вот там был достаточно неприятно. Конечно, это все-таки не скоростной спуск, мы это понимаем, но. Но, в принципе, и на слалами можно так приложиться серьезно. Будем надеяться, что там все в порядке. Не дай бог, ничего не повредило у нас немка. И сразу же еще одна участница. Вот, посмотрите, немки, они как-то парами, да. Сегодня стартует, мы видели Дюра и Аккерман. И вот еще одна парочка Шмоц и Вальна. Все это команда Германии. Ну, вы знаете, тут уже хорошо, что они так более-менее все в 25 тут вмещаются по рейтингу. Это как раз говорит о том, что подтянулись чуть-чуть немки. Нет, до высшего уровня еще далековато. Вот, ну, по крайней мере, прогресс-то у них есть. И это уже неплохо. Да, трасса не разбивается. Вот это удивительно. Ну, уже опытными стали хорваты готовят. Я напомню, что тут чистый искусственный снег. Никакого натурального снега тут в Хорватии не было. И его, конечно, поработали, уплотнили очень серьезно. Так что, благодаря этому, в том числе, видите, картинка у нас на экранах очень красивая. Согласитесь? Ну, посмотрите, какие преданные болельщики у Петры Вылховой. Словацкие флаги-то постоянно тут развиваются. И на других этапах мы это видели. Просто молодцы. Передвигаются вслед за своей любимой спортсменкой. У которой, кстати, сегодня, согласитесь, очень серьезные шансы. Петра с большим отрывом лидирует. Но у нас уже появилась картинка из австрийского Инсбрука. Да, естественно, турне четырех трамплинов, друзья. Это самые главные новогодние у нас, наверное, соревнования. Так что будем с вами смотреть, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова